Здравствуйте! ООН Международный день Навруз 21 марта День Навруз Первый день весны слова Навруз Навруз, Навруз, Нарус, Невруз, Нурис означает новый день, его написание и произношение может варьироваться в зависимости от страны Навруз, день весеннего равноденствия отмечается как начало нового года более чем 300 миллионами жителей во всем мире и празднуется более 3000 лет на Балканах, на Ближнем Востоке, на Кавказе, в Центральной Азии, в бассейне Черного моря и в других регионах Праздник далеких предков Навруз, включенный в 2009 году в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как культурная традиция многих народов, знаменует первый день весны и обновление природы Этот праздник способствует продвижению ценностей мира и солидарности, как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству что содействует сохранению культурного разнообразия и укреплению дружбы между народами и различными общинами Навруз играет значительную роль в укреплении связей между народами на основе взаимного уважения и идеалов мира и добрососедства Его традиции и отражают культурные и древние обычаи цивилизаций Востока и Запада, получившие распространение в контексте взаимообмена человеческими ценностями Празднование Навруза означает утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом и природными циклами обновлений и заботливое и уважительное отношение к природным источникам жизни Основные сведения проекта резолюции А-64-л.30, а заглавленный Международный день Навруз, был представлен для рассмотрения Генеральной Ассамблеи на ее 64-й сессии Азербайджаном, Албанией, Афганистаном, бывшей Югославской Республикой Македония, Индией, Ираном, Исламской Республикой, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея признала 21 марта как Международный день Навруз На этом же заседании Генеральная Ассамблея приветствовала решение ЮНЕСКО 30 сентября 2009 года о включении Навруза в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Ассамблея также предложила заинтересованным государством членам Организации Объединенных Наций, в частности ее соответствующим специализированным учреждениям, фондам и программам Главным образом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры И заинтересованным международным и региональным организациям, а также неправительственным организациям принимать участие в мероприятиях, проводимых государствами, в которых отмечается Навруз Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик